Давайте потестируем нашу программу. Давайте начнем с того, что потестируем на первом тесте. На втором мы уже потестировали, давайте на первом тоже протестируем. А, Б, А, Б. Должно получиться 0. Действительно. Давайте все равно в большом тесте. Ну, большой тест можно сгенерировать, но в нашем случае там не больше 100 для настройщиков, поэтому можно сделать и ручками. Вот здесь сколько у нас? 36 букв. Вот. Вот это 100 буквок. И здесь давайте делаем 100 буквок. Да, вот два слова длины 100. 27 миллисекунд. Очень быстро отрабатывает. Давайте пробуем послать. Так. Ну, как обычно, давайте StartSolving. Убираем язык. Так. Надо немножко переделать программу, как обычно, чтобы ее можно было отправить. Ее нужно скопировать в корневой пакет с именем main. Убрать из нее чтение из файлика. Убрать вывод времени работы. Проверим, что все еще работает. Все работает. Так, берем программу. Вставляем сюда. Отправляем. Вот она должна заработать прямо так, потому что ограничения очень маленькие. Должна зайти даже такая простая реализация. Подождем еще немножко. Да, вот видите, заработало. Поздравляем. Мы написали динамическое программирование для подсчета редакционного расстояния. Сейчас давайте немножко еще попробуем сделать его пооптимальней. Пооптимальней.